Все восприходы в лесны заметно похорошели. Видимо, радость надежды и новых чувств заполнила ваши души. Хочется пожелать вам счастья, любви, согласия, благополучия вам и вашим семьям. И сегодня с праздником вас поздравляет вновь избранный глава Сямжинского муниципального района Александр Борисович Фролов. Милые женщины, поздравляю вас с праздником весны, днем 8 марта. В этот удивительный день, день любви и красоты, примите самые искренние поздравления и слова признательности, благодарности, за то, что вы есть. Все самое лучшее, светлое в жизни человека связано с женщиной. Вы добрые, заботливые матери, любящие жены, хранительницы семейного чага. Вы несете в мир жизнь, любовь и верность. Вы воспитываете детей, вы добиваетесь успехов в труде. Порой, взвалив на себя всю тяжесть семейной жизни, вы умудряетесь быть слабыми и прекрасными. Счастья вам, дорогие женщины, любви, здоровья. С праздником вас, милые женщины. Дорогие друзья, в нашем районе прошел конкурс «Женщина года-2011». В поселениях и организациях района были определены лучшие женщины, принимающие активное участие в общественной жизни района, показывающие пример трудовой деятельности. И сегодня эти женщины присутствуют на нашем празднике. Мы приглашаем на сцену Ирину Леонидовну Иванчилову. Ирину Леонидовну, сегодняшняя работа в Двиницкой библиотеке. Закончил период, в период скажу про первую чилищу. Он уже 35 лет работает заведующей Двиницкой библиотекой. Ее семье двое сыновей. Она замечательная бабушка для четырех внуков. Очень любит свою работу. И, как говорит Ирина Леонидовна, это ежедневное общение с людьми. Мои читатели, люди родного возраста, я очень активная женщина. В молодости комсомольский секретарь, агитатор. Была также депутатом представительного собрания района. Поздравляем вас! Удачи вам! Мы приглашаем на сцену Екатерину Николаевну Мастерову. После окончания Архангельского медицинского училища в 1992 году начала свою годовую деятельность архангельского отделения Семжинской центральной районной больницы. За безупречный труд имеют множество наград. Она проводит большую профилактическую работу по оздоровлению населения и просто приходит людям на помощь в любой момент. Екатерина Николаевна любит обустраивать свой дом, который всегда открыт для родных и друзей. Вместе с мужем воспитывает двух детей, Дмитрия и Маргариту. Очень любит свой сад, цветы, водить автомобиль и путешествовать. С наступающим вашим здоровьем! Центральная больница тоже решила отметить, поздравить конкурсанту желательной дороги счастья. Мы приглашаем на сцену Ольгу Николаевну Мазалову. Закончив Сокольское медучилище, в настоящее время она работала в воспитателе в детском сотрудничестве. Имеет высшую парикоскорную категорию по должности воспитатель. Награждена значком «Отличник народного просвещения», почетный грамотный департамент образования. Ее воспитанники – активные участники районных конкурсов, соревнований, выставок. Самое лучшее качество, Ольга Николаевна, отмечают коллеги по работе, трудолюбивая, целеустремленная, артистичная, жизнерадостная, коммуникабельная. Кстати, так уж совпало, что наряду с Международным женским днем Ольга Николаевна празднует ушной день рождения. Так что мы также поздравляем вас с новым рождением. Это не только день рождения, у нее накануне родилась внучка. Благодарю вас. Татьяна Николаевна не только хороший работник, но и любящая мать и жена. У нее крепкая, дружная семья, которая во всем ее поддерживает. Это удивительная женщина. Она полна энергии и оптимизма. Мы приглашаем на сцену Елену Андреевну Игнашеву. Уроженка сельской местности. Она не помышляла о городской области жизни и работе в городе. Поэтому сразу после окончания Ленинградского швейного училища стала работать в деревне Копылова в КБО швеей мотористской. В связи с жизненными обстоятельствами Елена Андреевна не раз приходилось менять специализацию. Но где бы она ни работала, свое дело всегда выполняла добросовестное. За трудолюбие, профессионализм, ответственное отношение к своему делу, за умение ладить с людьми, оптимизм и неунывающий характер Елена Андреевна заслужила уважение своих земляков. Поздравляем вас. Мы приглашаем на сцену Надежду Юрьевну Яваринскую. Более 18 лет она служит в органах внутренних дел и почти 15 лет старше следовать институтам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы приглашаем на сцену Валентину Кенцариновну Беляеву. Те, кто читает районную газету «Восход», хорошо ее знают. Сначала перестанут о сапеве 2011 года. Валентина Кенцариновна заведующая отделом писем. Добросовестная, инициативная. Она умеет самостоятельно найти по для освещения любой темы. Коммуникабельно, легко находит общий с язык, с людьми разного возраста. Валентина Кенцариновна член профсоюзного комитета. Не только активная участница, но и ведущая всех культурных мероприятий. Коллективы редакции ее любят и уважают. Ее статьи ждут и читают. Праздник Санцариновна. Мы приглашаем на сцену Надежду Васильевну Загоцкину. Вот уже 30 лет работала Надежда Васильевна в обществе основной общеобразовательной школе, учителем начальных классов. Заботой работы научила читать, писать и считать сотни ребятишек. Она была не только первой учительницей денег, но и настоящей второй мамой, воспитательницей, доставницей. Ученики с удовольствием посещали кружки Надежды Васильевны, а особенно любимой, умело руки. Дети научились делать поделки из бумаги, из лоскутков, из природного материала. Многим ее воспитанникам это мастерство пригодилось в жизни. Спасибо вам. Мы приглашаем на сцену Ангелину Сергеевну Загоцкину. Закончив в 1980 году Волоковское медицинское училище, она по распределению приехала в Сямжевский район и начала свою работу в Денинской участковой больнице. Сначала фельдшером, потом акушеркой. В настоящее время палатной медсестрой. Пять лет по совместительству медсестрой физиотерапевтического кабинета. Ангелина Сергеевна выполняла и выполняет большую общественную работу. Была председателем женсовета, депутатом местного совета, участница художественной самодеятельности, председателем родительского комитета в школе. Спасибо. Вот эти женщины стали конкурсантами конкурса «Женщина года». А сейчас... Спасибо, Александр Борисович. Всем еще раз праздником, уважаемые женщины. Всем добра, успехов, здоровья, счастья. Аплодисменты. А у вас сейчас праздник будет депутатом совета Антонии Владимировне Голубковой. Милые женщины, с нашим праздником, с первым весенним днем, таким красивым, солнечным, как сегодня. Хочется, чтобы жизнь ваша была такой же светлой и радостной. Пусть все мечты ваши сбываются. Счастье, здоровье, семейного благополучия, взаимопонимания, любви. С праздником! Аплодисменты. 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 Продолжение следует...